Начался процесс по делу о многомиллионных хищениях Минобороны еще в августе прошлого года. Следствие обвинило экс-начальника финансовой службы бывшего Бердского вертолетного полка Андрея Пареевского и бухгалтера той же, расформированной еще в 2010 году воинской части, в присвоении ни много ни мало больше 56 миллионов рублей. По материалам дела офицерам и финансисткой была завышена бюджетная смета. Иными словами, увеличено количество военнослужащих и гражданского персонала. Соответственно, выросли и расходы. В итоге следствие посчитало, что за 2009 год по данной схеме и была похищена столь крупная сумма. Подсудимым предъявили обвинение в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотреблении и превышении должностных полномочий. После долгого разбирательства последние две статьи суд из обвинения убрал. А вот по присвоению признал подсудимых виновными. Окончательное наказание Пареевскому по совоку совершенных преступлений назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказаниями из правительной колонии общего режима со штрафом в размере 503 тысяч рублей. Андреева и Светлана Владимировна признать виновные в совершении преступления и предусмотренной частью 4 статьи 160 УКРФ и редакции федерального закона от 7 марта 2011 года номер 26 ФСЗ, на основании которой лишить ее свободу срока на 4 года с отбыванием наказаниями из правительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Подсудимых взяли под стражу прямо в зале суда. По словам адвокатов, у них есть все основания обжаловать данное решение. Защитники считают этот приговор показательным на фоне того, что происходит сейчас в столице с делом Минобороны. Ни одного нету бухгалтерского документа в деле. В деле масса вопросов, что и откуда появилось, что и куда пропало, и все эти вопросы остались неразрешенными. Поэтому я думаю, что у нас есть основания. Точно такая же сумма вменялась бывшему министру обороны Сердюкову, 56 миллионов, по которому суд нашел основания для перехода на статью, у которой срок давности истек давно, и, естественно, решение вынес соответствующее. Добавим, что суд удовлетворил и гражданский иск министерства, снизив, правда, сумму с 56 до 54 миллионов рублей. Возникает только вопрос. Если бывший военнослужащий и бухгалтер украли такие большие деньги в 2009 году, почему они остались жить в Новосибирске и вообще в стране до своего задержания в 2011?